Мы были вынуждены терпеть ту грязь, которая выливалась на них в течение последних месяцев. Мы думаем, что этот ажиотаж спадет и прокуратура разберется в данном уголовном деле, поставит точки. Однако то, что творится в последнее время в прокуратуре и непосредственно с руководителем данного ведомства Соляновой, не дает нам веры, что это дело закончится мирным законным путем. Что справедливость будет восстановлена. Невиновные лица будут освобождены из-под стражи. В эту войну стали втягивать уже явно по заказу даже тех, кто был в свое время уволен из органов внутренних дел, либо снят с должности за совершенные должностные проступки, не преступления, а проступки. За те или иные нарушения трудовой дисциплины, которые также однобоко, как и средства массовой информации, освещают эти события только со стороны обвинения, обливая грязью Алибаева и его управления. Где это видано, чтобы прокурор, начальник милиции, ходил к суде и уговаривал арестовать подследственным? Это возможно только у нас, с тех пор, как это ведомство возглавило Солянова. Дальше больше пытаются закрыть Алибаева. В субботний день, но сотрудники ГУР просто-напросто не дали беспредельничать. Однако и они тоже были неправы, потому что это тоже есть вмешательство в деятельность следствия. После того, как министры и замминистра стали угрожать сотрудникам милиции, чтобы они вообще не появлялись около прокуратуры, генеральная прокуратура спокойно взяла, пригласила, обманным путем Алибаева и Адреева спокойно арестовали. Начальник управления по противодействию коррупции генеральной прокуратуры Джанвек Соляновой Салиев зашел к представителю суда, в течение получаса разговаривал с ним, убеждал его, а затем в коридоре, не стесняясь на глазах у корреспондентов, сотрудников милиции и граждан защиты, уговаривал Бурумбаева арестовать. То есть, пришел в суд и стал просто-напросто маклевать, чтобы арестовали Алибаева и его сотрудников. Это было и выглядело настолько некрасиво. Но, несмотря на это, Бурумбаев, которого я знаю давно, который при слове ГГНБ и генеральная прокуратура почему-то сразу преклоняется и даже не разбирается, как арестовать. В данном случае произошло именно это. На вопрос защиты, почему он это сделал и сделал это незаконно, он просто молча опустил глаза, промолчал, а потом добавил, Байкев, вы говорите, можете обжаловать. Это позиция судей. Такие суди нам нужны ли вообще? Алибаеву, во-первых, 55 лет. Для мужчин это, он в принципе не стар, но для сотрудника он уже ветеран. Это раз. Во-вторых, и суд, и прокуратура умышленно закрыли больного человека. У него опухоль легких. Вот это все Гурумбаев, зная, он просто как невинная жертва заприклила глаза и спокойно арестовал. То есть в данном конкретном случае утверждать, что Алибаев и его команда занимались сбытом, наркотик, приобретением избытом наркотики является полным абсурдом, так как кто, какой идиот будет кричать на площади, что он идет воровать в Белый дом, а потом залазить туда. Защита считает. И этому есть полное основание. У следствия, в частности у прокуратуры, совершенно нет никаких доказательств того, в чем они обвиняют наших подзащитников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова